Hello, вопрос на сегодня. Куда лучше поступить, если ты решил стать переводчиком, преподавателем, лингвистом, в общем, связать свою жизнь с языками? Не секрет, что сейчас в любом университете можно найти полный ряд факультетов, от технических до гуманитарных, даже в МГТУ имени Баумана можно выучиться на лингвиста. Если вы решили связать свою жизнь с языками, то выбирайте классические лингвистические вузы с хорошими традициями, репутацией, а главное, чтобы вас взяли на работу после этого вуза. Я сделала подборку лучших лингвистических вузов на основе рейтингов, которые опубликованы в сети. Также я опубликовала данный пост в своих соцсетях в Инстаграм и ВКонтакте, и в Инстаграм. Очень многие написали, и преподаватели, и ученики, и уже студенты лингвистических вузов дали свои рекомендации, именно живые люди, что гораздо, на мой взгляд, ценнее любых рейтингов. Итак, что мы выяснили? Номер один, лучший лингвистический вуз страны МГЛУ имени Мариса Тереза, находится в Москве. Это старинный лингвистический вуз, который традиционно готовит крутых специалистов именно по всем языковым направлениям, переводчики, преподаватели. Но очень многие называют этот университет мглой. Кстати, если у вас есть какие-то комментарии об отношении обучения в МГЛУ и, собственно, опыт обучения в МГЛУ, рассказывайте о обучении, трудоустройстве. В общем, все из первых уст. Пишите в комментариях, пожалуйста, делитесь. Абитуриенты, студенты, выпускники, you're welcome. Следующий вуз в нашем рейтинге, это, конечно же, МГУ, лучшие его страны. Однако меня очень удивила реакция от ребят в комментариях. Информацию так как есть, может быть, у вас также есть опыт, информация на этот счет касательно МГУ. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Поехали дальше. Следующий вуз в нашем рейтинге – СПБГУ. Традиционно отличный институт для тех, кто хочет учиться на лингвистов, переводчиков и преподавателей. Но, кстати, все эти вузы, которые я перечислила, нужно сказать, что здесь есть бюджетные места. Их не так много. Все как бы зависит от специальности. Большой конкурс в МГУ, но везде есть платное обучение, и оно стоит, о май гад, немало. Поехали дальше. Высшая школа экономики. Высшая школа экономики – традиционно крутейший вуз, после которого работодатели с руками и ногами забирают, в общем, к себе на работу. Классный вуз, но если говорить о платной основе, то также за 300 тысяч рублей. Следующий на очереди – МПГУ, Московский педагогический государственный университет. Однако в рейтинге он очень даже неплох, но вот частное мнение моей подписчицы… Миндаватель английского языка, она написала о том, что из МПГУ очень часто переводится, поскольку программа устаревшая. Вот. Для вас такое мнение. Может быть, есть у кого-то какая-то информация на этот счет, пожалуйста, тоже поделитесь и напишите. Далее на очереди МГУ. Это мой университет, я его закончила. Московский государственный областной университет, бывший МАПИ имени Крупской. Старинный педвуз. Вот если вы хотите учиться на препода, то go туда. Там вас научат теорию методик преподавания иностранных языков и культур в факультете. Вот так-то. У РГСУ, как социального университета, с гуманитарной направленностью, также хороший рейтинг. Однако отзыв тоже был почему-то негативный. У моих подписчиков они написали, что РГСУ не очень. Ярославский государственный педагогический университет имени Ушинского. У него тоже отличный рейтинг. Его рекомендуют и никаких негативных отзывов я на него не получила. Обучение уже 100 тысяч рублей в год. Это не то, что московский вуз за три. Коломенский педвуз рекомендует мои подписчики, как один из неплохих. РУДН. И открытие года это ПГГПУ в Перми. И перед тем, как куда-то поступать, нужно, конечно же, сдать экзамены. Напоминаю, что у меня открыт набор на годовые курсы подготовки к ЕГЭ. Мы начинаем заниматься 9 сентября. Предварительно я вас тестирую, потому что мы уже 4 года ребят готовим к ЕГЭ. И совершенно понятно, что готовить ребят к ЕГЭ просто где-то в одной группе всех подряд невозможно. У всех свой уровень языка. И ЕГЭ по-английскому разительно отличается от всех предметов. Мы не наговариваем лекции. Мы с вами общаемся. И вы практикуете говорение. Вы сможете овладеть языком. Издать ЕГЭ успешно. Только когда научитесь применять свои знания на практике. А практики на моем курсе предостаточно. Регистрируйтесь на тестирование и проверьте свою готовность к ЕГЭ. Присоединяйтесь. Жду вас. Также в этом году есть возможность готовиться самостоятельно. Вместе с моими лекциями, курсами. Информация об этом в моих соцсетях. Подписывайтесь. Все внизу в описании к видео. Ну, всем стопалов за ЕГЭ, ребят. Учитесь там, где хотите. На того, на кого хотите. Важно, чтобы было образование качественным. Вот так да. Си!